Мы продолжаем наш проект, который называется «Охотники за головами». С его помощью мы ищем менеджера по продажам, который будет работать в нашей команде и продавать те продукты, которые производит утренний фреш. Ну а помогать нам в этом проекте будет Ольга Кочкина, директор онлайн-сервиса по подбору персонала. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, вакансию мы в прошлый раз разместили, отклики идут. Скажите, есть ли еще какие-то возможности у нас, пока происходит процесс проникновения нашей вакансии в умы и сердца потенциальных кандидатов? Прямо электорат. На самом деле мы можем не сидеть сложа руки, мы можем воспользоваться поиском резюме в базе и посмотреть, оставляли ли люди, которые очень похожи на наших кандидатов, на тех, кого мы ищем, свое резюме. И, может быть, есть те, кто готов у нас работать. Воспользуемся разделом поиск резюме. Для этого нам нужно ввести в первую очередь ключевое слово. Ключевым словом у нас будет название вакансии? В нашем случае да. Это будет менеджер. Менеджер по продажам. Но это не всегда так. Выпадает. Если, например, вам нужен специалист, у которого очень много функций, то лучше тогда пользоваться полями условия, а не забивать должность. Потому что бывает так, что люди с названием от должностей абсолютно разных обладают тем самым, той самой компетенцией, которая нам нужна. Мы здесь тоже будем добавлять условия, поскольку нам нужен не просто менеджер по продажам, как мы с вами договорились в прошлый раз, а нам нужен человек, который продает рекламу. В первую очередь нам нужно, чтобы менеджер по продажам у нас встречался в опыте работы, поскольку мы указали, что этот человек должен работать от года до трех в продажах. И мы указываем в ключевых навыках. Делимся дальше. В любой момент мы также можем изменить профобласть, если нам покажется, что выборка нерелевантна. Регион. Ну, я думаю, что из Москвы вряд ли к нам кто-то переедет. Я думаю, что для начала мы посмотрим тех, кто живет рядом. Зарплату. Нужно ли указывать сейчас зарплату при поиске земли? Я бы не стала указывать. Давайте посмотрим общий пул, и нам будет понятно, а сколько хотят получать те люди, которых мы готовы рассмотреть на эту позицию. Миллион долларов, ну как обычно. Все по-разному. Ключевые навыки. Помните, что у нас было, когда мы заполняли? Коммуникабельность. Тип занятости полный. График работы полный день. Знание языков у нас особой роли не играет. Сортировать, подать изменения. Да, чтобы у нас выходили самые свежие, все, которые обновлены. Найти? Найти. Ищем. Найдено 63 соискателя с 79 резюме. Итак, есть у нас СММ-менеджеры, копирайтеры, стажер в отдел продаж, даже такой есть вариант. Менеджер при пламе и маркетинге. Менеджер по работе с клиентами, менеджер. Это то, о чем мы говорили в самом начале. Резюме может называться по-другому. И при этом в предыдущем опыте есть опыт, который нам интересен. Ну что, давайте откроем хотя бы одно резюме и посмотрим, что там пишет. Да, давайте. Итак, вот у нас Евгений, 24 года, мужской пол, готов к переезду. Менеджер по рекламе. Это его запрос, правильно? Он хочет получать 25 тысяч рублей. Да, совершенно верно. Соискатель обозначил свою минимальную заработную плату как 25 тысяч рублей. Полная занятость, полный рабочий день. В принципе, нам подходит. Человек. Смотрим опыт работы? Да. Два года, пять месяцев. Работал, начиная... Наверное, снизу начинаю смотреть, да? Да, да. В обратном хронологическом порядке идет опыт. Итак, начинал с моим же оптовым продажам строительных материалов и сырья. Год и шесть месяцев. Потом семь месяцев работал в рекламном агентстве. То, что нам интересно. Да. По настоящее время трудится в кафе-баре. Организация мероприятий, вечеринок, презентации, рекламозаведения. Видим, какой пестрый опыт. При этом есть тот кусок опыта, который нам может быть интересен. То, о чем мы говорили в самом начале. И опыт по продажам, и в то же время знание рекламного рынка и понимание, как этот рынок работает. Мы как-то можем его для себя отметить или... Да, конечно. Вы можете положить это резюме в свою папочку. Эту папку обозначить определенным образом. Например, соискатели на позицию менеджера по продажам телерекламы. И если будут еще, кроме вас, люди, которые хотят это резюме смотреть или кто будет собеседовать этого человека, вы можете сделать его доступным для них и писать там комментарии друг к другу по данному кандидату. То есть такая хорошая рабочая площадка, которая позволяет вам всю информацию о кандидате хранить там. И вот ключевые навыки, да, у человека указываем? Вот ключевые навыки, то, что мы хотели, креативность. Здесь есть... Даже звукорежиссура указала. Ну, вот видите, здесь можно посмотреть то, что совпадает с нашими ожиданиями, то, что вы хотели в качестве исполнительности, здесь обозначено как ответственность. Мне кажется, это гораздо более хороший ответ на то противоречие, которое у нас было между инициативой и исполнительностью. Ответственность – это умение брать на себя ответственность за принятие решения. Да, мы здесь можем посмотреть образование. И даже сколько важно? Знание языков, гражданство. То есть такую информацию, которая для нас может быть сейчас не так интересна, а для кого-то из соискателей является ключевой. Скажите, а насколько можно верить тому, что написано в резюме? Я думаю, что это всегда можно проверить в диалоге с соискателем. Но если мы хотим это сделать до диалога, мы можем еще прикреплять вопросы и тесты к нашим вакансиям. Тем самым мы проверяем, насколько этот соискатель разбирается в профессиональной области. Например, хотите вы узнать, есть ли у него представление о рекламе и маркетинге? Вы можете из библиотеки тестов взять тест по маркетингу рекламы, прикрепить его и сделать обязательно отклики с прохождением этого теста. О как! То есть не просто отправил свое резюме и забыл. Да, совершенно верно. А он еще должен будет для того, чтобы успешно его отправить, пройти некий тест. Да, такое возможно. И это позволяет уже на первом этапе отсеять тех, у кого компетенции указаны в резюме, и результаты теста не совпадают со всем. Ольга, правда здорово, что есть такая опция, в которой можно предложить пройти тест кандидату, потому что в этом случае он какой-то результат нам покажет, потому что иначе это все слова, правильно ли? Да, безусловно. Мы можем посмотреть уровень знаний по тому или иному предмету, но вот опыт оценить с помощью этих тестов мы не сможем. Мне кажется, что-то не хватает во всех резюме, хотелось бы уже каких-то достижений, да? Да, и хочется дать совет соискателям о том, как важно в каждом пункте, когда вы пишете о работе в той или иной компании, указывать достижения, особенно если это касается продаж, чтобы это был не просто набор функционала, чтобы это было не просто перечисление того, что человек делал, но результат проекта, результат выполнения плана, те показатели, собственно, на которые этот человек был нацелен. Ну и которыми он гордится, и почему его тогда потенциальный работодатель выберет из массы других людей? Согласитесь, что если бы в одном из этих трех резюме мы уже увидели цифры, мы зацепились бы за него, и нам гораздо интереснее было бы встретиться с этим кандидатом в первую очередь. Действительно, он говорит, для меня, вот, например, было бы хорошим стимулом к тому, чтобы выбрать человека и взять его на работу, если бы он написал, я, там, в шесть месяцев продавал телевизионную рекламу или свой какой-то рекламный продукт на миллион рублей. Тогда, мне кажется, да, это было бы привлекательно. Еще не все потеряно. Уважаемые соискатели, когда вы будете откликаться на позицию утреннего фреша, пожалуйста, укажите в своем резюме ваши достижения в цифрах. Да, пусть не миллион, пусть полмиллиона. Скажите, Ольга, а наличие фотографии в резюме о чем это говорит? Вы знаете, если эта позиция связана с презентацией чего-либо, или это публичная персона, тогда, да, имеет смысл посмотреть и на фотографию. Если это работа бэк-офиса, когда наши компетенции важнее, чем внешность, и внешность не имеет никакой роли в решении задач, тогда, в общем, есть фотографии или нет, не так важно. Ну, для меня, например, как для работодателя, мне важно, как будет человек, который со мной работает, уж простите. Тогда, действительно, можно вообще настроить поиск таким образом, чтобы просматривать только те резюме, где фотографии есть. Угу, правильно. Мы отметили для себя несколько интересных резюме в базе, и с этими кандидатами мы обязательно тоже созвонимся. Кроме того, на нашу размещенную вакансию призываем вас присылать ваши резюме, и с ними мы обязательно поработаем в следующей программе. Ну, а это был проект «Охотники за головами», где мы ищем себе менеджера по продажам. Помогает нам в этом директор крупнейшего интернет-ресурса по поиску персонала Ольга Кочкина. До новых встреч! Спасибо!